Я сейчас расскажу вам об одной ошибке, которую еще до недавно совершал я. А вы, пожалуйста, напишите в комментариях, может быть, и вы тоже эту же ошибку совершаете. Здравствуйте, меня зовут Николай Танский, я создатель движения Настоящий Успех и президент Академии Настоящего Успеха. Я заметил, и наверняка вы тоже, что когда начинается кризис и проходит какое-то время, проходит, может быть, даже несколько лет, большинство людей живет в режиме жесточайшей экономии. Люди экономят на себе, люди не вкладывают в себя, ни о каких инвестициях речь не идет. Я считаю, что я совершал преступления по отношению к нашим клиентам, когда как будто бы с пониманием, в кавычках, относился к студентам Академии Настоящего Успеха Николай Танского и дополнительно не стимулировал и не подталкивал людей к тому, чтобы люди проходили как можно больше наших учебных программ, зная и понимая, что, с одной стороны, это же приведет их к большему успеху, к большему успеху, как минимум, с другой стороны, это требует от них дополнительных финансовых средств, и я ждал, когда эти средства у них появятся. К счастью, у меня недавно появился, и вы знаете, новый наставник Стив Харрисон. Стив вправил мне мозги и вернул их обратно туда, в тот режим, который был когда-то давно до кризиса, когда я легко продавал, когда люди покупали огромное количество учебных программ у нас. И вот что произошло. На последнем тренинге прорыв к успеху у меня как будто бы развязались руки. Я начал понимать, что больше экономить на себе нельзя. И это касается наших клиентов, это касается лично меня. Потому что, когда Стив Харрисон назвал цену 11 тысяч долларов за один день личного коучинга у него, с ним в его офисе в Филадельфии, я по инерции, по привычке руку сразу же поднял. Но где взять 11 тысяч долларов вот так вот быстро сразу, я еще понять не успел. Для того, чтобы с этим разобраться, Стив Харрисон провел со мной специальную коуч-сессию. Я понял, что я должен снова начать вкладывать себя. Я должен разрешить себе тратить на себя больше, чем может быть прямо сейчас я могу это себе позволить. То же самое я начал предлагать делать нашим клиентам. Почему? Потому что, если мы живем в режиме экономии, чаще всего, если наша национальная валюта, гривна, рубль, белорусский рубль, тенге, мы можем быть номинально получаем столько же, сколько зарабатывали раньше. Но по отношению к долларам, по отношению к евро, эти деньги обесценились уже. Наш уровень доходов упал. И нам кажется, что мы не можем на себя больше тратить. И мы попадаем в эту ловушку, в этот замкнутый круг. Вроде бы деньги мы зарабатываем, но на самом деле на них купить мы ничего не можем. И мне кажется, и я даже в это верю, что для того, чтобы разорвать этот порочный круг, нужно разрешить себе тратить на себя, инвестировать в себя, вкладывать в себя. И как только вы понимаете это и принимаете решение начать на себя больше тратить денег, как только вы действительно искренне этого хотите и знаете, зачем вам это нужно, деньги начнут вам приходить. Когда я переключился в этот режим, я заметил, что я начал жить и вибрировать так же, как было раньше, в 2009 году, в 2010 году, когда мне нужны были дополнительные суммы денег, которые я на тот момент не зарабатывал. Я хочу предложить вам задуматься, может быть так, что последние несколько лет вы перешли в такой режим, режим экономии, что вы отбрасываете все возможности, которые появляются в вашей жизни, чтобы вырасти, стать лучше, получить новые знания, навыки, умения, и вы просто ждете, что когда-нибудь что-то изменится, вы начнете зарабатывать больше. Я хочу вам предложить прекратить ждать, я хочу вам предложить начать в себя вкладывать, начать платить за себя больше, чем вы можете себе позволить. Что при этом произойдет? При этом произойдет магия, если хотите. Когда вы начинаете на себя тратить денег больше, вы начинаете тут же думать, а где их взять. И да, я прошу вас, не нужно их одалживать, не нужно брать в банки кредиты, ну, можете брать, если у вас такая возможность есть, но я предпочитаю начать зарабатывать больше, начать искать возможность, что вы можете сделать для других людей, какие услуги, какие товары продать. Кстати, когда была у меня коуч-сессия со Стивом Харрисоном, это получасовая, или может даже чуть больше, то, о чем мы говорили, как заплатить эти 11 тысяч долларов, мы не говорили о том, где их одолжить, какой кредит взять. Стив Харрисон просто прошелся по моим учебным программам, посмотрел, какие у меня цены на какие программы, и мы вместе подумали, как мы можем начать больше продавать себя, для того, чтобы больше вкладывать в себя. Это ловушка, в которую мы все с вами попадаем, когда мы живем в странах, где национальные валюты, не сильные валюты. Мы живем номинально с таким же количеством денег, плюс-минус, но фактически мы беднеем в 2, в 3, а то в 4 и больше раз. Сейчас одно спасение вижу я. Начинайте снова вкладывать в себя, начинайте инвестировать в себя, и не ждите, что каким-то чудесным, волшебным образом ваши доходы вырастут. Мне кажется, они не вырастут до тех пор, пока мы сами внутренне не вырастем и не скажем себе, мы достойны большего, мы достойны лучшего, мы достойны того, чтобы получать лучшее образование, лучшее знание, проходить лучшее обучение, инвестировать в себя, для того, чтобы становиться лучше и для того, чтобы как результат достигать результатов лучших. Но для этого нужно начать вкладывать в себя. И для этого нужно подумать, каким образом вы можете начать зарабатывать больше. А разговоры о том, что у других людей нет денег, люди сейчас не тратят, это неправда. Это на самом деле кризисная ложь. Нужно очень хорошо подумать, что людям нужно сейчас, в чем они нуждаются больше всего, какие головные боли у них есть, из-за чего они просыпаются по ночам. И это то, за что люди по-прежнему готовы платить. В общем, это мое такое наблюдение за собой, за нашими клиентами и понимание, что этот порочный круг пришла, пора разрубить. Если вы со мной, напишите в комментариях, чтобы я понимал, что я не один, что и вы тоже понимаете, о чем я. Хочешь больше зарабатывать? Вы не будете больше зарабатывать, пока не разрешите в себя больше вкладывать. Вот и все, что я хотел вам рассказать в этом коротком подкасте. С вами был ваш Николай Латанский. И до встречи в следующем подкасте завтра. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok